Здравствуйте! Перед новым поколением всегда стоит очень трудная задача – правильно найти применение тем научным открытиям, которые сделали предшествующие поколения. И если мы научимся правильно применять эти открытия, правильно использовать этот дар, мы будем поистине счастливым поколением. Эти слова принадлежат великому Эйнштейну. Цель нашей сегодняшней передачи и того цикла передач, который сегодня начинается – попытаться посмотреть, как же инженерная мысль использовала достижения в физике и законы природы. Наша сегодняшняя тема называется «Плавание и летание». Не случайно эта тема общая, так как законы, на которых основаны движения плавающих и летающих объектов, одни и те же – закон Архимеда, Бернули, Паскаля. Ну, начнем мы разговор с того, что человек, как только научился наблюдать за птицами, за природой, стремился научиться летать аки-птица. И вы, конечно, знаете, что обычно объекты, которые созданы природой, они более экономичны, более эффективны, более красивы. Но так ли это? Может ли человек действительно летать аки-птица, то есть только используя силу своих мускул, свою мускульную силу? Позволяют ли это законы физики? Давайте с вами сейчас посмотрим на наш первый слайд и сравним два летающих объекта. Один объект, созданный природой, второй объект, созданный человеком. И сделаем вывод, какой же из этих объектов более экономичный. Итак, первый объект, созданный природой – это птица. Скорость, обтекаемая форма. Птица способна пролетать большие расстояния. И второй объект, созданный уже человеком – это самолет. Ну, давайте с вами сейчас посмотрим, а как же сравнить по эффективности этих два летающих объекта. Ну, для всех летающих объектов существует один важный параметр – это отношение массы объекта к его мощности. Если сравнить ласточку, то это 30 килограмм на одну лошадиную силу. Если сравнить чайку – 81 килограмм на одну лошадиную силу. Но если мы возьмем летающий объект, ну, типа самолет Боинг, то это будет только 4 килограмма на одну лошадиную силу. То есть по этому показателю явно природные объекты более экономичны. То есть одна лошадиная сила способна перенести груз массой 81 килограмм, 30 килограмм, а Боинг – только 4 килограмма. Ну, давайте посмотрим дальше. А вообще способны ли птицы летать без дозаправки? Оказывается, нет. На высоте, даже над уровнем океана, где-то до 2000 метров, существуют планктоны насекомых. И птицы во время полета этими насекомыми питаются. То есть летающий природный объект птица способна дозаправляться в воздухе. А летающий объект, созданный человеком, такой дозаправки в воздухе не производит. Поэтому нам с вами сравнивать птицу и самолет не очень объективно. Но в природе есть еще один летающий объект, который способен летать без дозаправки. Это саранча. Саранча не способна во время полета питаться, то есть производить дозаправку топливом. Давайте сравним теперь саранчу и самолет и выясним, все-таки какой же объект, природный или созданный человеком, более экономичный. Посмотрим на следующий слайд. Обратите внимание, там в виде таблицы представлены параметры. Параметры следующие. Саранча за один час полета теряет 0,8% своей массы, а Boeing 12%. Явно по этому показателю, опять-таки, природный объект более выгоден, более экономичный, более красивый. Но посмотрим второй показатель. А за один час полета на какое расстояние передвигается саранча и самолет? Здесь, конечно, выигрывает объект, созданный человеком. Саранча способна за один час пролететь 12,5 километров. А Boeing 790, ну, дальше и 820-830 километров. Вот по этому показателю явно объект, созданный человеком, более экономичный. Ну, давайте с вами попробуем выяснить, а вообще существуют ли какие-то законы, которые позволяют исследовать и создавать летающие объекты. Ну, конечно, законы эти существуют. Если бы их не было, мы бы с вами, наверное, поступали так, как первые пионеры, которые пытались летать аки-птица, привязывали к своим рукам крылья и прыгали с гор. Это были первые испытатели. Но мы с вами поговорим о научном вкладе в систему полета. Для этого давайте с вами, во-первых, вспомним нашего известного инженера Жуковского. Жуковский в 1906 году разработал теорию полета или теорию вихрей. Но хочу обратить ваше внимание, что первые самолеты были тоже созданы в России. Можайский построил первый самолет. И самолет этот был построен раньше, чем разработана теория полетов Жуковского. В чем же заключается эта теория? Почему такой громадный многотонный самолет легко поднимается в воздух, действительно, как птица? Или почему монета, которую мы бросаем в воду, тонет на наших глазах, а многотонный крейсер спокойно бороздит морскую воду, там океан, и не тонет, очень даже прекрасно, красиво передвигается по воде. В чем же здесь дело? Здесь влияют несколько сил при движении объектов. Надо учитывать силу сопротивления, надо учитывать силу тяжести и так называемую подъемную силу. Давайте посмотрим с вами на то, на следующий слайд. Там будет представлен рисунок. И этот рисунок помогает нам выяснить, что же такое лобовое сопротивление, когда это сопротивление возникает, и приносит ли это сопротивление плюс, или оно является для нас недостатком. Посмотрите на следующий слайд. Этот слайд помогает нам с вами выяснить, как возникает лобовое сопротивление. Нам сразу же изготовили слайд, и летающий объект на этом слайде имеет обтекаемую форму в виде капли. Но к этой форме пришли не сразу. Приходилось проводить испытания, причем определенные расчеты. В этом случае было выяснено, что форма зависит, вернее, турбулентность или ламинарность движения зависит от числа рейнольца, а число рейнольца связано с формой объекта. Итак, вот у нас представлен летающий объект. Это может быть не только летающий, но и плывущий объект. И чем больше скорость у этого объекта, обратите внимание, за объектом возникают вихри. Чем больше скорость, тем больше вихрей. Эти вихри способствуют возникновению лобового сопротивления. И, естественно, для летчика, для самолета это, конечно, недостаток. Чем больше ты развиваешь скорость, тем сильнее лобовое сопротивление, которое мешает тебе развить эту скорость. Если мы летаем на скоростях дозвуковых, то примерно линейная зависимость. То есть в два раза возрастает скорость, в два раза возрастает лобовое сопротивление. Если же мы летаем на скоростях сверхзвуковых, то здесь уже зависимость в кубе. Если скорость возрастает в два раза, то лобовое сопротивление может возрастать в восемь раз. Но обратите внимание, вот эти вот вихри, которые образуются за объектом, конечно, они нам мешают. С одной стороны, они способствуют возникновению лобового сопротивления. Но эти же вихри создают так называемую подъемную силу. От них избавляться нельзя. И не случайно делается форма крыла, посмотрите, как на этом слайде, заостренная. Именно благодаря вихрям у нас самолет способен подниматься в воздух. Давайте посмотрим на следующий слайд, какие предлагаются формы крыла. И дальше мы разберем, как же возникает подъемная сила. Итак, вот эти формы крыла дозвукового. Обращаю внимание, то есть если объект летает на скоростях меньших скорости звука в данной среде. Каплеобразная и вот такая в виде сигары, сигарообразная. Форма крыла у сверхзвуковых самолетов совершенно не такая. Почему мы об этом поговорим на наших следующих занятиях. Как же возникает вот эта подъемная сила, которая позволяет такому многотонному самолету легко, как птица, подняться в воздух? Опять-таки за счет вот этих вихрей. Но нам надо с вами вспомнить, может быть, шестой класс школы или наш такой жизненный опыт, что если скорость в трубе, например, большая скорость, вы знаете, что в узкой части трубы, как правило, скорость жидкости большая, то здесь, как правило, пониженное давление. Если скорость небольшая, труба широкая, жидкость движется с небольшой скоростью, то здесь высокое давление. Итак, если скорость большая, давление падает. Если скорость небольшая, давление возрастает. Это же правило, этот закон распространяется и на движение в воздухе. При движении объекта возникает так называемый вихрь. Посмотрите на следующий слайд. Этот вихрь срывается с заостренного края крыла. У нас на рисунке показано, что этот вихрь направлен против часовой стрелки. Вихри эти срываются. Как только появился один вихрь, если он срывается, следом второй вихрь, вот эти вот вихри создают вокруг нашего крыла циркуляцию. Циркуляция будет направлена по часовой стрелке. И вот эта вот циркуляция вызывает и возникновение подъемной силы. Давайте посмотрим на наш следующий слайд. Очень наглядно там представлено возникновение подъемной силы. Обратите внимание, значит, наш объект, самолет, в данном случае мы показываем крыло самолета, движется в воздухе. Воздушная струя разделяется, когда попадает на крыло. Часть потока идет под крылом, часть потока идет над крылом. Но обратите внимание, что путь струя должна пройти разный. Если струя идет над крылом, то там путь больший. Если под крылом, то путь несколько меньший. Ну, а мы знаем, что жидкость у нас неразрывна, поток жидкости. То есть этот поток должен, и тот, который шел над крылом, и тот, который шел под крылом, должны к заостренному краю крыла прийти в одно и то же время. А когда это возможно? Чтобы один и тот же поток пришел в одно и то же время, в одну и ту же точку, но при этом проходил разный путь? Только в том случае, если у потоков будут разные скорости. Итак, поток, который движется под крылом, у него скорость меньше, а, следовательно, давление под крылом больше. А тот поток, который движется над крылом, у него скорость больше, следовательно, давление меньше. И вот возникает вот эта разность давлений, которая и создает подъемную силу самолета. Обращаю ваше внимание, что вот эта разность, она не очень велика. Она может составлять 2 или 2,5 на 10 в третьей паскале. То есть меньше, чем атмосферное давление. Но вот эта разность достаточно для того, чтобы самолет у нас смог подняться в воздух. Но при этом подъемная сила должна быть выше силы тяжести самолета. Итак, мы с вами сегодня ответили на вопрос, как же законы физики помогли создать летающие объекты. Для того, чтобы создать летающий объект, он должен иметь обтекаемую форму. Нам необходимо создавать силу тяги, при этом учитывать сопротивление воздуха. Нам необходимо создать подъемную силу. Подъемную силу мы создаем за счет того, что у нас есть специальная форма крыльев, выбираем. И подъемная сила должна быть больше, чем сила тяжести самолета. Но есть еще в природе очень интересные объекты. Это так называемые плавающие объекты. Вы знаете, какая неуклюжая утка, когда она на берегу. Всегда говорят, неуклюжий, как утка. И совершенно по-другому смотрится та же самая утка, когда она прыгает в воду и очень красиво передвигается по воде. В чем здесь дело? Ну, как вы думаете? Ну, здесь дело, конечно, во-первых, что это не воздух, а вода. В воде, по сравнению с воздухом, тоже есть сила трения. Но это сила трения скольжения, сила трения покоя нет. В отличие от воздуха, у воды плотность с высотой меняется незначительно. А у воздуха плотность с высотой меняется значительно. И, кроме того, жидкость сжимаема. У берей сжимается плохо, но она упруга. И вот эти вот особенности жидкости позволяют нам создавать и плавающие объекты. Ну, у жидкости есть ряд интересных свойств. Мы сейчас эти свойства вспомним. Но предварительно я хочу вам сказать. Самый природный плавающий объект, который достоин уважения, самый красивый объект – это кит. Масса кита 130-150 тонн. Если сравнить со слоном, масса слона 3-6 тонн. То есть очень громадный объект. Но вот этот кит, несмотря на свои большие размеры, способен очень красиво держаться на поверхности воды. Это нас с вами не удивляет. Здесь мы уже знаем известный закон Архимеда. Но этот же кит способен и находиться на глубине. Почему же он там остается, хотя действует так называемый закон Архимеда? Действует выталкивающая, а ее еще иногда говорят поддерживающая сила. В чем здесь дело? И еще интересный вопрос. А где же остаются затонувшие корабли? Вот затонул корабль. Где он находится? На дне океана? Или он на какой-то определенной глубине продолжает свое движение? Это вопросы тоже очень интересные. И на них вполне вы сегодня сможете ответить, прослушав сегодняшнюю нашу передачу. Но для начала давайте посмотрим, какова же особенность жидкости. Мы уже говорили, что жидкость, плотность не меняется, что в жидкости нет силы трения покоя, что жидкость упруга, приобретает форму того сосуда, в котором находится. Ну и нам следующий слайд нам поможет познакомиться еще с одним свойством жидкости. На слайде будут сейчас представлены всевозможные сосуды. И эти сосуды различной формы, видите, цилиндрическая, в виде трапеции. И такая изогнутая труба называются так называемые парадоксальные сосуды. Почему мы говорим, что они парадоксальные сосуды? Дело в том, что форма-то у сосудов разная. Но жидкость одна и та же, следовательно, плотность одна и та же. Так давление, которое создает жидкость в каждом сосуде, одна и та же. Несмотря на то, что форма сосуда разная, на одной и той же высоте h, нам здесь очень красиво эту высоту показали, на одной и той же высоте h давление во всех сосудах будет одинаково. Поэтому этот слайд и называется «Парадоксальные сосуды». Давайте с вами вспомним закон Архимеда, который нам сейчас позволит дать ответ на вопрос, почему же кит находится на глубине и не всплывает, несмотря на то, что на него действует сила Архимеда. Закон Архимеда звучит следующим образом. Он тоже у нас представлен на слайде. «На погруженное в жидкость тело действует вверх выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела». То есть если у нас в жидкости находится тело, то на него действует выталкивающая сила, или, говорят, еще «поддерживающая сила». Она равна весу той жидкости в том объеме, который вытеснило тело. Ну, наш кит. Понятно, когда он находится на поверхности воды, мы понимаем, что действует выталкивающая сила. Размеры у кита громадные, объем громадный. И понятно, что объем умножить на плотность жидкости нам даст приличную выталкивающую силу. Ну вот, кит опускается на глубину, и там остается. Почему же он не всплывает? Ведь там также действует выталкивающая сила. Объем кита не изменился. Ну, а вообще-то не изменился, может, он изменился? А оказывается, да, объем кита меняется. Дело в том, что когда любой объект и человек погружается в воду, у него уменьшается объем легких. И кит оставляет свой объем легких до остаточного. Например, у человека это где-то один литр, полтора литра. Объем при погружении на глубину объем легких уменьшается, и таким образом уменьшается и объем тела кита, и, естественно, уменьшается выталкивающая сила. И вот кит спокойно находится на большой глубине, не всплывая, несмотря на то, что на него действует выталкивающая сила Архимеда. Ну, еще очень интересно нам с вами, я всю эту передачу говорю о том, что и плавающие, и летающие объекты подчиняются, в общем-то, одним и тем же законам Архимеда, Паскаля, Бернули. Давайте посмотрим на известный вам летающий объект, это аэростат, и как же здесь осуществляется полет, какие силы действуют, как человек учитывает эти силы, и вообще, как устроен аэростат. Здесь нам тоже очень красивый слайд изготовили. Ну, аэростат находится в воздухе. Заполнен аэростат водородом. Будем считать, что это водород, то есть другой газ, отличный от воздуха. Нижняя часть аэростата свободна, открыта, поэтому давление вот в нижней части одинаковое. Тут не указано, мы специально не стали писать, что П1 равняется П2. Но в верхней части аэростата, там у нас уже имеется водород, какая-то высота аэростата H, и давление уже в верхней точке другое. П2 отличается от давления воздуха. Давление внутри аэростата больше. И поэтому возникает подъемная сила. Аэростат у нас поднимается вверх за счет тоже разности давлений. И иногда в верхней части аэростата устанавливают такой клапан, если нам необходимо сбросить часть, уменьшить давление, сбросить часть газа, который находится внутри аэростата. Вот вам пример. В воздухе вот этот момент, что с высотой плотность меняется, очень существенный. Еще раз повторяю, для воды с глубиной плотность меняется незначительно. А вот в воздухе, когда движение в воздухе происходит, этот момент учитывается, что с высотой разная плотность воздуха. Ну, посмотрим дальше на наш процесс плавания и летания. Я хочу рассказать вам одну легенду. Она поможет лучше усвоить материал по теме силы Архимеда. Один из... Такая существует восточная легенда. Один из правителей обещал тому, кто взвесит его слона, сдать столько золота, какова масса слона. И крестьянин, не зная законов Архимеда, сначала погрузил лодку в воду и определил, на какую высоту аж или глубину аж погрузился борт лодки. А потом погрузил в эту лодку своего слона и посмотрел, а теперь на какую высоту или глубину опустилась лодка. И попросил от властителя вот на разность вот этих высот заполнить золотыми монетами, потому что он смог взвесить слона. Ну, таких легенд по использованию законов Архимеда очень много. Есть еще одна легенда, которая не проверена, но она очень популярна. Считают, что Архимед помог властителю выяснить, поддельная у него была корона или нет. Была заказана ювелиру корона из драгоценных материалов и из золота. А когда корона была изготовлена, масса золота, который пошел на изготовление короны, и масса уже полученной короны совпадала. Но у властителя были сомнения. Ему казалось, что ювелир сделал какой-то сплав и подогнал массу, но часть золота украл. И Архимед, используя свой закон, смог доказать, что действительно ювелир совершил вот такой неблаговидный поступок. Действительно подготовил сплав и часть золота украл. Еще очень интересно у нас из истории жидкостей – это так называемый гидравлический таран. Мы с вами, вообще, цель нашей циклопередач – мы будем смотреть, как же законы физики используются в нашей жизни, как использует их инженерная мысль. И вот один из примеров. Вы, наверное, с такой ситуацией встречались в многоквартирных домах. К вечеру, особенно после 11 ночи, уменьшается напор воды в кранах, а утром этот напор увеличивают. Ну, понятно, почему. Люди идут на работу, требуется большая потребность воды, и, как правило, утром, если дом старый, разрываются трубы. В чем же здесь происходит? Здесь, так называемый, возникает гидравлический таран. Мы его сейчас тоже посмотрим на слайде, но у этого гидравлического тарана есть, как говорится, и плюс, и минус. Посмотрите, пожалуйста, в чем заключается этот гидравлический таран. У нас показаны два сосуда, две емкости, соединенные краном, вентилем. Количество воды сначала, вот здесь идет такая пунктирная линия, вам хотят показать, что количество воды, высота, вернее, воды и в том, и в другом сосуде одинаковое. Но если мы с вами откроем этот вентиль, или же мы его закроем внезапно, ну, это я, когда закроем, этот я чуть-чуть поподробнее расскажу, откроем, то вода во второй трубке может подскочить, она и подскочит на высоту вдвое большую, чем первоначальная. Вот возникает такой гидравлический таран. Ну, где его можно использовать? Конечно, во-первых, нужно учитывать в бытовой жизни, что такое явление возможно, возможен гидравлический таран, могут разрываться трубы, значит, нужно очень аккуратно, постепенно это давление или увеличивать, или его уменьшать. Но второе положительное, можно сказать, использование гидравлического тарана. Представьте, что где-то у нас находится, ну, на высоте, на склоне гор, какие-то пастбища, а внизу протекает горная река. Нам необходимо подать воду на какую-то высоту. Как? Мы же не заставим горную реку идти, как говорится, вспять. Вот здесь можно использовать явление гидравлического тарана. Это явление применяется. С гидравлическим тараном вы можете это явление посмотреть у себя дома, в квартире. Если вы возьмете резиновый шланг или трубочку резиновую, сделаете где-нибудь сбоку небольшое отверстие, эту трубочку подсоедините к источнику воды, и возьмете один край трубки, закройте. Как только вы это сделаете, из бокового отверстия, которое у вас было в трубке, вода будет бить фонтаном. И на высоту значительно выше края трубки. Вот вам пример гидравлического тарана. Ну, наш вопрос сегодня заключается в следующем. Почему объекты, самолеты летают, мы с вами уже выяснили. Но почему же многотонный корабль спокойно движется по бескрайним океанам? Почему монетка, брошенная в воду, тонет, а корабль нет? Давайте разберемся и здесь, какие же законы физики помогают нам создавать такие же красивые плавающие объекты, как и природные. Посмотрим сначала на слайд, который называется «Упрямая полена». Вы с такой ситуацией, конечно, сталкивались в жизни. Если вы захотите взять полено, ну, тут полено у нас нарисовано в виде цилиндра, опустить его в воду, в речку, например, и захотите, чтобы полено у нас вертикально, вот в таком положении находилось, или передвигалось, или находилось в состоянии покоя. Как правило, этого не происходит. Полено падает плашмя, и только в таком положении плашмя, и будет либо находиться в покое, либо передвигаться. В чем здесь дело? Вот это, наблюдая за упрямым поленом, талантливые инженеры разработали условия равновесия на плавающих объектах, созданных человеком. Обратите внимание, на нашем слайде показаны две силы. Существует сила тяжести, и так называемые, мы о ней говорили, выталкивающая сила или поддерживающая сила. Все зависит от того, где находится точка, к которой приложена сила тяжести, и где находится точка, к которой приложена выталкивающая сила. Вот эти две силы создают так называемый крутящий момент. Они либо возвращают наше тело в вертикальное положение, либо наше тело кладут плашмя или бросают на бок. То есть тело не сохраняет устойчивость. Давайте с вами сейчас на следующем слайде немножечко поподробнее посмотрим, а как же вот эти вот две силы, силы тяжести и выталкивающая сила, как они у нас учитываются при конструировании пароходов. Обращу внимание, что существует такое понятие, как мета-центр. Он у нас здесь на слайде, может быть, и не будет обозначен, но просто даю пояснение. Мета-центр. Все зависит от того, где этот мета-центр будет находиться. Если мета-центр окажется выше, чем точка, к которой приложена силы тяжести, тогда наш корабль будет иметь устойчивое положение, он будет возвращаться в вертикальное положение. Если же мета-центр окажется ниже, чем точка приложения силы тяжести, да, наш корабль потеряет устойчивое положение и будет падать на бок, плашмя. Ну, посмотрим на следующий слайд. Здесь вам представлена ситуация, когда мета-центр находится выше, чем точка тяжести. Синий стрелочкой показана у нас с вами сила тяжести и мета-центр. Вот при таком сочетании у нас будет возникать возвращающая сила, и наш корабль примет вертикальное положение. Точка М, мета-центр. Сюда же приложена возвращающая сила, и стрелочкой синенькой показана точка приложения силы тяжести. Если же... Следующая ситуация, посмотрите, я показываю следующий слайд. Здесь, обратите внимание, уже мета-центр находится ниже, чем сила тяжести. Точка М немножко ниже, чем сила тяжести. В этом случае условие равновесия не выполнится, и корабль наш будет падать, падать на бок. Но что же делают наши инженеры и те, кто эксплуатирует корабли? Вы это прекрасно знаете, что если груз очень тяжелый, массивный груз, его обязательно стремятся грузить в трюм. Для чего это делается? А чтобы вот эта вот точка П силы тяжести находилась ниже мета-центра. Если груз у нас легкий, то его можно помещать на верхних палубах. Итак, мы с вами сегодня посмотрели о законах плавания и законах летания, посмотрели на объекты природные и объекты, созданные человеком. Но немножко нужно сказать и о тех первооткрывателях, о людях, которые занимались исследованиями полетов. Мы, кстати, ничего не говорим сегодня о тех двигателях, которые использовались на самолетах. Я буквально два-три слова скажу, но подробно об этом говорить не буду. И обратите внимание, что те имена, которые мы называли, и те года относятся, ну, 1906 год, 1882 год, это 20-й, 19-й и даже 17-й век. То есть открытия, сделанные в прошлом, позапрошлом веке, очень талантливые открытия, и они сейчас нами используются правильно, и, можно сказать, поэтому мы и счастливые люди, потому что научились эти законы правильно использовать. Итак, первый самолет был создан в России. Создатель этого самолета – Можайский. Но здесь информация немножко противоречивая. В одних книгах говорят, что все-таки самолет пролетел 300 метров и приземлился. В других книгах я нахожу информацию, что этот самолет все-таки не взлетел. Но имел самолет крылья, крыло было прямоугольное, и, кстати, для летательных объектов, которые летают с дозвуковой скоростью, прямоугольные крылья считаются вполне обтекаемой формой. У него были стабилизирующие перья, был деревянный фюзеляж, и двигатель, который применил Можайский, этот двигатель был паровой. И чуть-чуть позже, лет через семь, во Франции создается тоже подобный самолет, но здесь уже точная информация, что этот самолет поднялся в воздух, пролетел 300 метров, но он разбился. Далее братья Райт в Германии создают первый самолет, который работает на бензиновом двигателе. Ну и, наконец, 1912 год, в России создается первый многоместный самолет. Давайте с вами сейчас посмотрим еще раз на те объекты, которые создал человек, и вернемся к началу нашей передачи. Итак, здесь на слайде представлены объекты, летающие, созданные человеком. Как видите, мы разобрали с вами, на каких законах работают эти летающие объекты. Но мы еще с вами не ответили на вопрос, а может ли человек, как птица, летать. Следующий объект. Вот пароходы. То есть это все объекты, созданные человеком, которые используют законы плавания и летания. Что же с человеком? Дело в том, что, конечно, человек летать, как птица, эффективно не может. Ну, во-первых, в силу таких моментов, что у того же самого голубя 40% всей его массы приходится на грудную клетку. А у человека только 1% массы на грудную клетку. Далее, у летающих объектов природных, у птиц, сила мышц в 72 раза больше, чем сила мышц человека. Но это не значит, что человек не пытался создавать летающие объекты, и они не были созданы. Были. Их называли махалет. То есть эти объекты примерно в прошлом веке, 60-е, 65-е, 70-е год, объекты использовали только мускульную силу человека. То есть ноги, руки и так далее. Конечно, этот объект поднимался в воздух, но сказать, что он был эффективный, конечно, нельзя. Мы уже говорили, вот в силу даже вот таких чисто биологических моментов, что у человека и масса грудной клетки значительно меньше приходится на долю грудной клетки, и сила мускул. Но не надо отчаиваться. Может быть, если мы не можем с вами летать, аки-птицы, мы создаем не менее эффективные летающие и плавающие объекты. Доказано, что саранча, если бы имела такие размеры, как у человека, она тоже бы вряд ли согласилась летать. Потому что расчеты показывают, если бы саранча имела размеры человека, чтобы ей сохранить ту нагрузку, которую испытывают ее крылья, ей необходимо бы было иметь размер крыльев 25 на 7 метров. То есть вот какие должны были быть крылья у саранчи. И, конечно, имея такие размеры, саранча вряд ли бы согласилась летать. И, наверное, нам не стоит отчаиваться, что мы не можем летать, как птицы. Но другой вопрос, что все-таки могущество человека заключается в том, что он может использовать законы физики. И вот тот факт, что когда мы движемся в воздухе и в жидкости, возникает торможение, телосопротивление, этот момент, как мы видели, ну, мешает самолету, мешает набрать нужную скорость, скорость взлета. От этой скорости зависит и подъемная сила. Но этот же факт и помогает человеку. Человек создал парашюты для того, чтобы во время прыжка замедлять свою скорость. Но первый парашют был создан Леонардо да Винчи еще в 15 веке, и даже были представлены чертежи этого парашюта. Но впервые парашют был использован лилиенталем. Этот парашют имел форму конуса, он был из материи и обшит бумагой. Теперь форма парашютов поменялась, но вот очень важно, какова форма у парашюта. Если принять форму, о которой мы с вами говорили, в виде капли, обтекаемую форму, то такой парашют дает уменьшение скорости, или, вернее, увеличивает силу сопротивления где-то в 3 раза. Если парашют в форме шара, то такой парашют уменьшает силу сопротивления почти в 6 раз. Но и в 24 раза уменьшается сила сопротивления того парашюта, который имеет форму полусферы, но эта полусфера должна быть конусом, или, как сказать, вогнута вниз. Вот, пожалуйста, тоже очень эффективный момент. Ну и какова же задача вот этого парашюта? Дело в том, что во время прыжка задача парашюта, чтобы человек уменьшил свою скорость падения. И в момент удара о землю, ну удар, может звучит страшно, в момент прикосновения к земле, скорость у человека должна быть 3-4 метра в секунду. Какой бы ни был этот прыжок, даже при затяжном прыжке. И вот парашюты, используя сопротивление воздуха, позволяют человеку такую скорость получать при прыжке с парашютом. Ну, мы сейчас завершаем нашу передачу, но я хочу обратить внимание, что, несмотря на то, что мы говорили сегодня о прошлом и позапрошлом веке, эти вопросы актуальны и сейчас. На следующем занятии мы поговорим о силе трения, которая играет громадную роль в движении автомобилей, паровозов и в технике. Обязательно поговорим о тех двигателях, которые использовались в наших летательных объектах. Конечно, сейчас нам рекламируют необыкновенные автомобили, оснащенные компьютерной техникой и так далее. Но если нет источника энергии, то все эти автомобили просто груда металла. А пока на сегодняшний день двигатель, рекомендованный Корно еще в 19 веке, наши тепловые машины пока еще довольно актуальны, и замены им нет. Но мы на эту тему поговорим. На этом я завершаю нашу сегодняшнюю передачу. До свидания.